Привет друзья! Раису Максимовну Горбачеву не понимали и не принимали соотечественники. При этом ее боготворили за рубежом. В СССР немногие понимали, кем была на самом деле Раиса Горбачева. Ценить ее стали лишь после смерти. Сегодня вы узнаете, кем была Раиса Горбачева, первая и последняя советская леди, неординарная личность, перевернувшая западное представление о русской женщине. Неординарностью она отличалась от предыдущих жен первых секретарей ЦК КПСС, не находилась в тени своего мужа, была умной, образованной и, по мнению многих, чересчур активной. К тому же хорошо выглядела, не по-советски. Люди не любят непохожих на себя. Особенно тяжело неординарность воспринималась в СССР. Биография Раисы Горбачевой началась за 9 лет до начала Великой Отечественной войны. Ее отец был железнодорожным инженером, прибывшим когда-то в Алтайский край из Черниговской области. Судьбы близких родственников Раисы Титаренко, именно так звали в девичестве героиню сегодняшнего повествования, разрушила революция и последующая коллективизация. Родители матери были потомственными крестьянами, всю жизнь тяжело трудились, за что, видимо, и пострадали, в 30-е годы попали под раскулачивание. Дед Раисы Максимовны, человек, привыкший работать от рассвета до заката, не читавший ничего, кроме местной газеты, и имевший довольно смутное понятие о марксизме, пополнил ряды преступников, осужденных за троцкизм. Судили его по тогдашней традиции быстро. Наказание назначили единственное возможное для врага народа – расстрел. Со смертью мужа бабушка Раисы Горбачевой не смогла справиться. После тяжело заболела и умерла, оставив детей на произвол судьбы. В январе 1932 года в Рубцовске западно-сибирского края в семье железнодорожного инженера Максима Андреевича Титаренко и его супруги Александры Петровны родилась дочка. Когда Максим Андреевич впервые взял ее на руки, он произнес такая розовенькая, как райское яблочко. Будет рая. Так и назвали девочку Раей. Корни отцовской ветви уходят в Черниговскую губернию, где в небольшом селе под Черниговом жил Андрей Филиппович Титаренко, дед Раисы Максимовны. Вместе с женой Марией Максимовной они вели крестьянское хозяйство, а позднее перебрались в Чернигов, где и родился в 1907 году их сын Максим. Всего же в семье было трое детей, сын и две дочери. Андрей Филиппович был беспартийным, работал железнодорожником. Девичья фамилия Раисы Сергеевны – Титаренко, образовалась от прозвища Титар. В свою очередь это прозвище происходит от слова Титарь, означающего в южно-русских диалектах церковный староста. Скорее всего, кто-то из представителей ее рода был церковнослужителем. Фамилия Парада – очень распространенная украинская фамилия. Она ведет начало от слова Парада, то есть Парад – торжественный смотр войск. Не исключено, что кто-то из предков мог иметь отношение к военному делу. Получается, что в роду Раисы Максимовны Горбачевой переплелись украинские и русские корни. И по национальности она – украинка. Детство и отрочество. Вернемся к жизни первой леди СССР, вернее, к раннему периоду ее биографии. Начало сороковых. Отец работает на железной дороге, в связи с чем, семья вынуждена часто переезжать. Он опытный инженер, его то и дело направляют из одного города в другой. Дети тем временем меняют школы, приспосабливаются к новой обстановке. В таких условиях успеваемость в школе снижается. Но Раиса Титаренко училась на одни пятерки. В 1949 году наша героиня оканчивает школу с золотой медалью, что позволяет ей, минуя вступительные экзамены, стать студенткой МГУ. Когда началась война, Раисе Титаренко было девять лет. Читая автобиографию человека, заставшего эти страшные годы в детстве и отрочестве, непременно находишь полные горечи и боли воспоминания. В 1991 году по просьбе иностранных издателей Раиса Горбачева написала книгу о своей жизни. Она рассказала вкратце о родителях, об отце-матери, которого сперва раскулачили, затем расстреляли. Большая часть книги, конечно, посвящена той жизни, которая началась после встречи с будущим президентом. О войне ни слова. Словно она прошла мимо семьи Титаренко. О начале 1940-х Горбачева не рассказывала ни в мемуарах, не в многочисленных интервью. Возможно, эту тему супруга последнего генсека избегала намеренно. Или все, что было до замужества, для нее уже утратило прежнее значение. Так или иначе, истории о возвратившемся с фронта отце и о всеобщем народном счастье, наступившем в ясный майский день, здесь не будет. В жизни каждого человека есть период, иногда совсем небольшой, который он считает главным. А все остальное – лишь фон. Для Горбачевой таким решающим жизненным отрезком стали годы перестройки. Приблизимся же к основной части нашего повествования. Итак, Раиса Титаренко – студентка философского факультета МГУ. Здесь начинается счастливая пора. Студенческий период иным быть и не может. Но главное, именно в университетских стенах девушка из Сибири познакомится с человеком, которому предстоит разрушить стену, разделявшую почти 30 лет главный немецкий город на две части. В Москве у нашей героини началась новая жизнь. Раиса общались с интересными, умными людьми, среди которых особенно выделялся Юрий Левада, ставший спустя годы известным политологом и социологом. И уже в первые месяцы учебы познакомилась со студентом юридического факультета Михаилом Горбачевым. Их родословные были удивительно схожи. Родные молодого человека тоже пострадали от репрессии. Его дед, как и дед Раисы, был обвинен в троцкизме. Они быстро нашли общий язык. Прошло три года. Еще и в планах не было сооружения стены, которое в 60-х европейцы назовут позорной. Раиса Титаренко вышла замуж за Горбачева. Через 34 года бывший студент юрфака получит письмо от президента США с просьбой снести многокилометровое укрепление. Он выполнит просьбу, снесет стену. Кроме того, поднимет железный занавес и объявит гласность. Европейцы назовут его великим реформатором 20-го столетия. 25 сентября они отправились в ЗАГС. Обручальных колец не было. Свадьбу отметили спустя две недели. На скромное студенческое торжество новоиспеченный муж потратил все сбережения, который заработал на летние уборки хлеба. Раиса впервые заказала в ателье платье из дорогого материала. Позже и простые советские женщины, и холеные чиновничьи жены, будут с недовольством обсуждать ее излишнюю любовь к нарядам. Но это будет потом. А прежде Горбачевым предстоит пережить хроническую нехватку денег, неустроенный быт и прочие трудности. Впрочем, это еще перенести несложно. Так жили почти все советские граждане, и мало кто представлял иное существование. Впереди наметились действительно серьезные испытания. В 1954 году Горбачева перенесла тяжелое заболевание, после которого врачи не рекомендовали ей рожать. Она не прислушалась к их мнению. Первую беременность пришлось искусственно прервать. Но даже после этого Раиса Максимовна не остановилась. В 1955 году родила дочь Ирину. Кем была Раиса Горбачева на самом деле? Амбициозной особой, ставшей совершенно случайно женой главы государства. Властной и чрезмерно самоуверенной женщиной, которую удалось сделать из своего мужа подкаблучника на виду у всей страны, да и всего мира. Женой генсека, осмелившейся вмешиваться в дела политики, вместо того, чтобы готовить обеды, растить детей и внуков. Раиса Горбачева была очень честолюбивой, целеустремленной и, как уже было сказано, активной. Но все, что она делала, совершалось на благо страны или отдельным людям. С 1984 года она занималась общественной деятельностью, направленной прежде всего на помощь детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. В 1999 году был создан Центр имени Раисы Горбачевой. Это не принципиально новая организация, а продолжение дела, которое начала жена президента СССР. Отчего умерла Раиса Горбачева, знает каждый, кто летом 1999 года смотрел телевизор. В июне был поставлен диагноз лейкоз. О состоянии здоровья супруги экс-президента сообщали в каждом выпуске новостей. Борьба за жизнь продолжалась недолго, всего три месяца. Слишком низкой была вероятность выздоровления. О том, где похоронят Раису Горбачеву, объявили все российские каналы 20 сентября 1999 года. Здесь можно перефразировать слова писателя. «Постсоветские люди – обычные люди. Завидуют и ненавидят. Но ведь и милосердие иногда стучится в их сердца». Перед смертью Раиса Максимовна получила множество писем со словами поддержки. «Для того, чтобы тебя поняли, нужно заболеть и умереть», сказала жена последнего генсека, ставшая для многих символом перемен. Раиса Максимовна Горбачева похоронена на Новодевичьем кладбище. Могила одной из самых влиятельных женщин 20 века находится недалеко от Колумбария, у центральной аллеи. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok